Словесность А последняя, сейчас найдем ее, вот она, последняя, и все предыдущие издавались уже в мягкой обложке, в более демократичном, в реальне. В редакционный совет Словесности все годы, вплоть до своей кончины, входил классик мировой и русской литературы Мамлеев. Вот, потом пришли, может быть, менее известные авторы, но для нас все они значимые. Так, вот я сопредседатель Союза литераторов, вот моя коллега, одного человека Наталья Рожкова, мы оба поэты, и в первую очередь поэты, я еще поэт-переводчик. Федор Шелков-Кавидяев, историк, публицист, первый секретарь правления и членов Редсовета. Давыдова Нина Васильевна, по правую руку от меня, автор «Идея на нашу словесность», «Московед», главный редактор самой маленькой в мире литературной газеты. Вот, сейчас мы ее покажем. Дальше. Николай Корениченко, поэт, прозаик, литер, председатель молодежной секции «Кошелок». Сергей Шелов, Сергей Дмитриевич, можете представить, да, вот, да. Дом биологических наук, председатель секции «Критики», литера Труйвинина и искусствознания. Ксения Кирс, поэт Ром Барт, председатель секции «Северный крест». Наш союз литераторов в России является правоприемником духовным, я бы сейчас сказал, потому что это юридически не доказуемо, духовным правоприемником Петроградского союза поэтов Глопа и Гумилева. Их мы считаем его своими прародителями, книжками. Ну, может быть, ты тогда прочитаешь нам одно из своих стихотворений, которое как раз посвящено памяти Николая Степановича Гумилева, но, к сожалению, называется оно «Расстрел». Эпиграф. 26 августа 1921 года был расстрелян поэт Николай Гумилев. Двадцать пятая ночь, понедельник, очертание вселенной хрупки, Гумилеву вечность подельник, взведены уже ружей курки, Клацнули затворы винтовок, плит в прищуренье дрогнула бровь, В толковищах красных тусовок. За твою кто ответит кровь? Никого, кто был в ответе, еще помнит тебя, Кронштадт. Пожелтевший поземкой ветер заметает летний ландшафт, И небес многоглазый аргус провожает последний твой август. Дорогие друзья, если вы откроете наш альманах «Словесность» 2018 года, А издана эта книжка была больше года назад, именно в 2018 году, То увидите карту России, И на этой карте обозначено, откуда пришли нам материалы. То есть из 47 регионов авторы прислали нам свои произведения. Это публицистика, это поэзия, это проза. И у нас очень много разных разделов. Вы можете видеть, вот на плазме здесь все эти разделы представлены. Обязательно у нас присутствуют семейные чтения, Чтобы можно было наш альманах читать всем вместе, С детишками практически любого возраста. У нас обязательно присутствует история России, И обычно мы начинаем такой рубрикой, как «Имена и символы эпох». Год 2018 был годом Солженицына, Сто лет со дня рождения Александра Саевича. И мы посвятили ему много материалов. И вот мне хочется обратить ваше внимание на один из материалов «Словесности» 2018. Он связан как раз с Солженицыным. Вы откроете и увидите письмо, Письмо, которое Солженицын написал Борису Николаевичу Ельцину, Где он просит вернуть Крым. Ну а дальше продолжит уже Федор Вадимович Шеллов-Коведяев, Член Редсовета в те годы, Заместитель Министра иностранных дел. Он, собственно, и связан несколько с этим письмом. И мы, Федор Вадимович, обратились к вам С просьбой прокомментировать нашу публикацию. Спасибо большое за эту публикацию, конечно. И за то, что я могу сказать несколько слов о ней, Потому что это очень важный текст, Который вообще выпал из летописи Конца 80-х, начала 90-х годов. Очень решительное письмо Александр Александрович Адресовал, ну как человек-глыба, Да, с которым у него довелось один раз увидеться, да. Написал другому человеку-глыбе, Борису Николаевичу Ельцину. И как это часто бывает, Две глыбы не сошлись, что называется, да. Потому что Солженицын очень надеялся, Что Ельцин реализует его мечту, его идею о том, Что Россия, позволяя другим Республикам Союза уходить, Заберет все коренные земли, Которые были Россией, собственно, присоединены Еще к Российской империи. Имелось в виду, что нужно забрать Всю ту часть Украины, которая протянулась от Путивля до Одессы, Естественно, Приднестровья, Северный Казахстан, Значительную часть Белоруссии и так далее. Да, ну, мы понимаем, что романтические идеи, К сожалению, довольно имеют тяжелые последствия, Если их реализовывают буквально. И Ельцин в таком ключе и ответил, Что есть некие политические реалии, С которыми надо считаться, Что он очень ценит эту точку зрения Солженицына, Но его идеи не могут быть реализованы немедленно. Вот такой вот был ответ. На что, конечно, Солженицын пришел негодование. И, как мы помним, потом он был одним из самых ярых критиков Ельцина. В общем, довольно пренебрежительно к нему относился в личном плане. Ну вот, а мне просто, я не знаю, каким образом, Вот Нина Давыдовна нашла, Нина Васильевна нашла это мое письмо, Которое я помощнику президента Великого направил в этот момент. Был запрос из администрации администрации, Дошло ли письмо Ельцина до Солженицына. И вот, собственно, маленькую такую сопроводилку, Он писал, что да, дошло, что он ознакомлен, И что, видимо, последует какая-то реакция от него. Вот такая была небольшая интрига, Такая была небольшая история. Как мы видим, Солженицын просил не только Крыма, Но и много чего еще остального. Но вот, что случилось, то случилось. От себя могу добавить, что 8 января 92-го года Делегация из Крыма была уже у меня в приемнике. Именно с той просьбой, что они хотят вернуться. И что они очень надеются, что их просьба будет поддержана. Я вот через буквально несколько часов после этого Доложил об этом Борису Николаевичу Ельцину. И вот я прошу оценить просто его политический гений. Потому что политический гений заключается в том, Что вы чувствуете нерв в эпохе, да, Что у вас есть то, что у охотничьих собак Называется верхним чутьем. Он не сказал, не волнуйтесь, все вернется. Вот он не сказал, вернем. Он сказал, все вернется. Отлично. Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, вот мы узнали то, что не все знают. Мы что-то откопали в интернете. Я уже сказала, что у нас более строка семи регионов Представлены в нашем Альмонахе. И мне хочется пригласить известного барда. Я думаю, многие из вас бывали на его концертах. Дмитрия Курилова с его известнейшей песней. Провинциальные поэты. Вы знаете, мы столько опубликовали провинциальных поэтов, Которых мало кто знает. Например, в разделе «Дебют» в нашем Альмонахе 13 поэтов из разных регионов и один в Прозраиле. Будет возможность, обязательно познакомьтесь на сайте Нашей Московской Организации Литераторов, Совет и Литераторов России. Все это есть. И Альмонах Словерский вы можете почитать. Да, Дмитрий Курилов с песней «Провинциальные поэты». Офинциальные поэты Считали крупными бонжей Давно испитые и спеты Давно истоптаны штиплеты А как осень еще согреты С советной песенкой своей Из паутины рвется сердце На поле вольную с собой И что там верт и религенц? И трагической судьбой Тебет подменная столица Жирует жалкое жлобство А в сердце бьется божья птица Не улететь, не приземлиться Не помогает колдовство А может, без их всех попутал Русалка в топе заврекла И не звезда на небе бутно Склянка темного стекла А что же с нами происходит В преду родного уголка? Что за тоска с ума сводит Провинциальная тоска Мотивы зависти и мести Сопровождают скорбный пункт А надо бы собраться вместе Хотя бы руку протянуть Но одиноки наши звуки Пошла вся жизнь пройти сперва Чтоб выкрепнуть из смертной сунки Свои банальные слова Покуда не накрыла вьюга Не взвела смертная гроза Ищите ощупью друг друга Глаза в глаза Глаза в глаза Мне хочется пригласить автора Из города Долгопрудный С изумительным псевдонимом Ингрид Кирштайн И разлаг невозможный ширень И в бескрайных и ветраждных лучах Табак Только отзыв След в эфире Лепника вот с того холма Но раз в маминовской сирене Здесь дымится еще очагин В этих зарослях бродят тени А немело в былых лучах Домик выстроен как с изнанки По подробностям из письма Но не ищет в душах обманки Я припомню Сама, сама И сестры Ангелины святость И Афрели любых прять Что-то большее, чем жить и плакать Это небом самим дышать Тонкий лучик в циркотом хоре Разливается тишиной Настроение у музы в Торе Небывалой и небылой Эти песни сложились прежде Всех берез и снегов и гроз Неужели слова все те же Там, где все навсегда сбылось Спасибо Ингрид Но тут округли рядом Кострома тоже не очень далеко А вот Ямало-Менецкий округ Это не близко Солнце полное дикого хмеля Эх ты, Боже, дурак, хмеля Что тебе Света и обида Но тебе не стучит Панихида Наша русская гиберболия Открывается средь океана Словно выглядит, как будто рано Мы кричим Мы кричим Мы кричим Мы кричим Мы кричим Мы кричим Об отче осадок Мы с тобой Любим в Африев Помяни нас Словно выглядит, как будто рано Ах, 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 ах 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 В сердце полное дикого хмеля Эх ты, Боже, дурак, хмеля Что тебе иногда и обида По тебе и звучит, по-видимому Поэт-переводчик Вера Казарцева Недавно вернулась из Италии с новыми переводами Я хотела бы просчитать вам святого творения Звучательной итальянской поэтессы Франки Мончинелли В 2016 году Франка выиграла российско-итальянскую премию Баларуэни, Балархабульны, со сборника Паста-Мадре, вещество И вот одно из стихотворений, напечатанную красную ложку сборника Ложкой России Ложкой России тело черпает ночь Подгибенный грудерой расправляет крылья Сколько зверей мигрирует в нас Проходит сквозь сердце Замирает из бедра Цепляясь за ветвей любви Сколько еще не хотят становиться нами Не хотят быть к плену наших силуэтов Спасибо Ну что ж, Челябинск, а теперь Орел Я уже говорила, что у нас такая книжка, которую можно читать вместе с детишками И у нас обязательно бывает раздел «Семейное чтение» Мне хочется пригласить Людмилу Дмитриевну Серова Она пишет стихи и для взрослых, и для детей Чтобы она прочитала одно стихотворение, посвященное, наверное, группу своему, Людмилу Дмитриевну Спрашиваю взрослые Кто-то пишет стихи своим внукам, а кто-то детям Вот у Ильи Цесельчука, я прошу Илью подойти сюда, родился сын И он подумал, ведь скоро станет большим И взял и написал ему азбуку И издал потом книжку Добрый день, покажите, пожалуйста, книжечку свою И прочитайте Добрый день, покажу свою книжечку Я действительно написал ее для сына, когда он у меня родился Я хотел, чтобы ему было легче запомнить алфавит И несколько смешных и забавных четверостишек я прочту Акула в глубинах морских проживает, но иногда на поверхности всплывает Кищницу видел я только в кино, но не боюсь я ее все равно В русском языке, увы, нет зверей на букву И Дятел с крясным хохолком, клювом бьет, как молотком Барабанит, боюсь, звук, а потом вздыхает, ух И, в общем, на каждую букву есть смешные и забавные четверостишек В детском разделе, в нашем замечательном альманахе, это все можно прочесть Спасибо Просто еще почитать Но, дорогие друзья, все есть на сайте Можете, кстати, подойти к автору Я уверена, что у него еще книжечки две есть, и он обязательно вам подарит Ну а мы переходим, время у нас мало, всего 45 минут А очень хочется, чтобы вы посмотрели многих наших авторов Ну, правда, совсем немножко, если так по-настоящему У нас есть еще раздел «Московская траектория» И в этом разделе, в альманахе «Словестность-2018» напечатаны стихи, рассказы, секции «Старая школа», который руководит Борис Семенович Ильюхин Он и художник, он и музыкант, он и поэт, и замечательный учитель Борис Семенович Я хочу представить, да, в «Союзе литераторов» много секций «Старая школа» всего лишь одна из секций Которая объединяет надея склонно к традиционной русской лексике Но к нашим классическим литературным принципам Хочу представить двух прозаевцев в нашем сердце Соня Соня Софья Махнина Она тоже, как и я, музыкант и поэт У нас она, кстати, художник И прозаик «Совятая школа», «Старая школа» «Старая школа» «Старая школа» Сейчас Кристина должна жить. Летом пасмурно научены солнцем редким дорожить. Обложилось небо тучами и дождями ворожит. Лето, где твое пристанище? Возвратись к нам, пожалей. Я забыла, как дурманище пахнет клевер на жаре. Весь июнь, с утра до полночи, ливень бился о стекло. А в июле стало солнечно, и как будто бы тепло. Спутан солнечными нитями, клевер к ландышу прилик. Я так остро и волнительно проживаю каждый век. В первый раз, как будто вижу я утомленный солнцем лук и большую черно-рыжую бархатистую пчелу. Спасибо. И еще одна красавица, Кристина Усунова. Я прочту стихотворение из своего городского цикла, из моей книги, которая как раз-таки выпущена в серии на карточках литератора, прошла в Твере и Галку. И прошла чисто городское, потому что я родилась на Тверской, на протяжении дороги. Страсти по Тверской. Эпитрофом идет строчка из стихотворения Александра Сергеевича Пушкина. Балконы, львы на воротах и стаи галок на крестах. Александр Сергеевич. Уж нет следов страстной той веры, средь царства божьего Тверской. Век зарождения новой эры свезли страстную на покой. На колокольме гений слова сокрыл пустующий изъяв. А подле двор известий хола изъяв дом фаустных дворянцев. Но до сих пор обрывки таинства, как галки бьются над Москвой. И звон священный рис окраин, разлит стихами над Тверской. Я уже говорила в самом начале, что у нас есть обязательный раздел «История России». И мне хочется пригласить к микрофону, сопредседателю Союза литераторов, замечательного поэта, прозаика Наталью Рашкову. Спасибо. В серии «Память сердца Союза литераторов» у меня вышла книжка, посвященную ему дедушке, герою Советского Союза, командану, он командовал Первой польской армии во время войны, Станиславу Геляровичу Поплавскому. А после войны он был заместителем министра обороны Польской народной республики. Министром был Рокоссовский. В этой книжке я собрала такие небольшие рассказы, интересные эпизоды из его жизни. Могу рассказать о многом. И как, например, его перед войной выгнали из академии, отправили работать директором отстающего свиномодческого сабхоза «Культура» в Тульскую область. И какие-то военные эпизоды, как эсэсовый садист Пан Краппе был взят в брен польскими санитарами, например. И о том, что мой дедушка оказывается вовсе не сын Батрака, а сын управляющего, я узнала об этом через 40 лет после его смерти. Но это все, времени не хватит, поэтому я вам прочитаю один эпизод военной из его жизни, который называется «Молодец». Этот случай произошел во время боев под Москвой. В ВВЧ позвонил генерал Г, которому Станислав Гелярич непосредственно подчинялся. По-пляски. Дед забавно копировал гнусанный выговор Г. Взятами высота. Нет, товарищ генерал, очень сильный огонь. Нельзя голову поднять. В ответ на это Г. пообещал, что прикажет его расстрелять. Дед посчитал эту фразу неудачной шуткой пожилого генерала. Однако через пару часов в блиндаже появился молодцеватый румяный офицер, который, лихо козырнув, доложил, что прибыл для исполнения приказа о расстреле. Поплошки из-под лобья, красными, не спавшими несколько суток глазами, внимательно посмотрел на него, а затем медленно, словно нехотя, поднялся во весь свой испаринский рост, размахнулся и, сжав огромный кулак, двинул гостя в челюсть. Несчастный выпался с биндажа на четверинках. Вскоре снова позвонил Г. по-пляски, я тут присылал к тебе офицера. Он прибыл, прибыл, товарищ генерал. И что ты сделал? Дал в морду, товарищ генерал. Малядец! Отреагировал Г. и повесил трубку. Спасибо. Самый большой грех, какой в православии? Уныние. У нас есть группа «Северный крест», «Православный рок». И я хочу представить вам Ксения Гирс, которая исполнит песню «Не унывай». Ей будет помогать сочинение. «Не уйдет, не уйдет, не уйдет». Я тоже мечтала, чего-то не стала. Думала, что птицу виниц поймал. Как будто и мы не режем вас, Как будто и Sketовы посудило помехали, Л togetя, не вспомнили вас. Напрасно победила. А годы прежали, друзья умирали, Штык оливкали, как осенью ветер, Как осенью ветер. А я только снилась, потом всё забыл, Как будто приснилась, Потому что молилась, потому что молилась. Верь, 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 но только не разбей, Говори, 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 но только не болтай. Верь, 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 не стреляй, ты в ладь, Верь, 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 верь. Но только не унывай, но только не унывай. Тонсует модный шок, а чем у нас прямо на стулья? Но, ну, встань, и суда! Но только не унывай, но только не унывай. А я не могу на каком-то разгребал потолок, Четыре стены и зелёной обед, А я сижу вдвоём в своём творчестве. И одиноко мне теперь. А мои мысли летают, стихи сочиняют, гоняют, И вдруг ангел света, и вдруг ангел света В двери вылетают, зелёные двери, О, ну, как тут не верят в силософию хиппи И космический разум, и космический разум И вся твоя жизнь меня нет, а а-а-а-А-а-у! А-а-а-а-брус! А-а-а-брус! А-а-а-а-брус! А-а-брус, а-а-у-у-у! Возьмите сами, возьмите сами, Возьмите сами, купай скорби, превышенная тема. Верь, 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 но только не отбей, Говори, 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 но только не отбей. Верь, 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 не отбей, Говори, 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 говори. Никогда не улыбай, никогда не улыбай, никогда не улыбай. Мне хочется задать вам такой вопрос. Маленькая викторина. Как в советское время назывались патриарши и труды? Пионерские. Пионерские. Господа, приз от самой маленькой в мире. Литературные газеты МОЛ. Ну, несколько экземпляров этой газеты. Вам. Представьте, пожалуйста, на 10 сантиметров. Вот такие выпуски. Она не пылится, она не расходует много деревьев. Мы как бы сразились с Анатолием Чубайсом. У него нанотехнологии, у нас тоже. Здесь, на самом деле, очень серьезная газета. Представьте, пожалуйста. Ирина Саратовна. Спасибо. Ну что ж, на пороге кашелот. Это не значит, что сейчас плывет сюда гигантская вот эта вот, да, по этой секции кашелот, которая тоже опубликовалась в Альмонахе, в Словеске, в 2018. Ну, это я не знаю, кто-то из вас один, наверное, стоит прочитать, но, тем не менее, вас все увидят. Вот руководитель секции Николай Ковениченко, тоже кашелот. Ну, знаете, как была шутка, все сотрудники КГБ выйдет из зала, вот они все вышли. Правда, это кашелот. Кашелот большой, он не вмещается в наш маленький формат. Здравствуйте, друзья. Ребят, слушачка, а давайте, помните, мы устраивали такую вот китофонию, да, давайте, ну раз у нас времени нет на всех, давайте все разом прочитаем. Значит, каждый читает заготовленные стихотворения все разом. Давайте. Три, четыре, начинаем. Читаем, давайте. Продолжение следует... Ну, а я вам хорошенько прочитаю стихотворение, которое дало название нашей секции. Она так и называется, кашелот. В глазах кашелота протяжное гаснет мысль, пока он лежит, недвижный в волне прибоя. Рыдают гагары, и волны целуют мыс, и небо над пляжем пронзительно голубое. На шкуре гиганта отметки былых побед, с тех пор, как спускался под обьем Господней кары в кромешную бездну, Куда не доходит свет и рвал, поглощая бесцветную плоть кальмаров. Вот снасть гаркунера, который не взял кита, Вот ярость косаток кривые, акульи зубы и старый рубец, Что оставил сам кита, с которой гулял подростком в районе Кубы. Он видел вулканы и синий полярный лед, И танец созвездий над морем в ночи безлунной. Беспечный бродяга холодных и теплых вод, Как знамя над хлябью свои возносил буруны. Но странное дело, проклятие больших китов, И в этом подобный с людскими китовьей души Владыкам Пучиням, как нам, до конца веков извод материнских, Идти умирать на сушу. Взлетают гагары, и волны целуют мыс, Заря безмятежно, а даль, как слеза чиста, В дними над пляжем упрямо штурмует ввысь Белое облако, похожее на кита. Спасибо, друзья! С вами была секция Кашула. Дорогие друзья, на этом наша встреча закончилась, но пока мы будем вставать, расходиться, заходим за шатер, и я еще смогу подарить несколько газет, от самых маленьких в мире книжки, которые мы издаем. Я и Патах Словесный, Патах, Молоток и Корешки, исполнить прощательную песню, а мы потихонечку отстаем, уходим спасибо организатору. Зачем тебе это так? Ты каждый день в поиске взял, да и мелкие, молодежные, на новую. Я по гости не вновь не вновь не влял, но мы в дальних краях подыдал. Но все и всегда находились у меня и всегда... Молоток и Корешки, Продолжение следует...